Переправу Хатас и Павловск официально открыли. Протяженность автозимника составляет 24 километра. На нем оборудованы 4 полосы движения. Установлены дорожные знаки. К выезду на лед на переправе допускаются автомобили общей массой до 3 тонн. Подробности у Виталия Абрамова. Госкомиссия в составе заказчиков, подрядчиков и контролирующих органов официально приняла в эксплуатацию почти 24-х километровую ледовую переправу между Хатасами и Павловском. Произведены работы по устройству 4-х полос в обоих направлениях с наморозкой льда. Установлены дорожные знаки, вешки и так далее. Шлагбаум у нас стоит. Должен быть обязательно. А вдруг какие-то форт-мажорные ситуации. Если наледь выступит, если какой-то инцидент произойдет, если закрыть переправу, то тогда шлагбаум закрывается. И светофор сейчас, вот на данный момент у нас проводится комиссия. Мы еще пока не открыли дорогу, да, официально. И вот светофор у нас горит. Что касается безопасности, контролирующие органы измеряют толщину льда с помощью георадара. Ну, разница в Торосах от 40 до 70 сантиметров. Это от Торосов. Что у нас сейчас не били? Ну, пока соответствую. Сейчас будем дальше замеры производить. Но вместе с тем, каждые 50-100 метров производятся контрольные замеры с помощью бура. Параллельно с этим на берегу идет масштабная акция спасателей «Безопасный лед». С автомобилистами идет профилактическая работа по недопущению выездов на неокрепший лед. В итоге, осмотрев все четыре полосы и обустройство на берегах, комиссия разрешила пропуск транспорта массой пока до трех тонн. В среднем толщина льда составила 40 сантиметров. Вместе с тем заработал и пункт весового контроля. Первый клиент и сразу же превышение. Сейчас превышение было на... 250 килограмм. А, 250? Ага. И все, это уже штраф. Да, это уже штраф. Пункт весового контроля будет работать в круглосуточном режиме, пока тоннаж не повысится до 30 тонн. Таким образом, на сегодняшний день из 50 планируемых ледовых мостов на территории республики начали функционировать 5. И помните, за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вам безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей. Италий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Хатасы. Продолжение следует...